всем большой привет я тут ненадолго выпала из жизни youtube а так сказать был небольшой творческий кризис иногда такое бывает что происходит эмоциональное выгорание и нужно взять паузу решила несколько дней взять себе выходного знаете чем дольше отдыхаешь тем больше не собраться на съемки на монтаж видео в общем спуску себе давать но никак нельзя потому что потом все становится лениво вот в принципе я отдохнула теперь с новыми силами вступаю как говорится возвращаюсь в ряды ютюба возвращаюсь творчество пользуясь случаем хочу вас пригласить к себе в instagram ссылочку я оставлю под видео там я выставляю коротенькие видео чуть почаще то есть там события идут немножечко вперед чем на канале youtube ну и там просто можно будет пообщаться за это время у нас в принципе ничего такого особо нового не произошло но есть такие небольшие видео все-таки особо сильно я не снимала но хоть у меня и были выходные совсем ничего не снимать как-то уже не можешь уже привык привыкаешь камере привыкаешь что постоянно нужно что-то снять какие-то запечатлеть моменты своей жизни дальше вы увидите в ролике немножечко наших новостей ну и так всего по чуть-чуть в общем желаю приятного просмотра сегодня мы убрали одну свинку и убрали козу лесу двух свиней пока оставили потому что пока нет места разом столько мяса нам не переработать вот поэтому решили двух свинок пока оставить ну а леську на леську я уже говорила в роликах что я давно на нее уже готовилась как бы тяжело не было пришлось ее все равно убрать не стала я ее продавать куда-то на сторону на мясо смысл ее продавать когда мы можем это же мясо скушать сами да свое знаете сначала было тяжело вот ну прошел прошло какое-то время в принципе когда я увидела вот это уже мясо абсолютно спокойно к этому отнеслась коза все равно не продуктивная в хозяйстве нет смысла держать такую козу кто фермеры меня поймут знают животное должно отрабатывать корм не приносить пользу какую-то да мяско смотрите какое шикарное просто темное темное но коза скажу зажирела зажирелая козочка была сейчас немножечко на фаршик на пельмени немножко отложим ну остальное все в морозилку ну а тут мои перепелочки от перепелок я решила избавиться потому что в моем случае содержание перепелки невыгодное оставила сейчас у нас последние вот эти две клетки но я их позже тоже уберу корма едят много корм у нас дорогой обогреватель пашет сутками уже столько электричества нагорело и плюсы корм они сутся всего по 5 яиц в день сами понимаете вообще не выгодно держать такую птицу в моем случае повторюсь да просто яйца получается в буквальном смысле золотые иногда перепелкам добавляю творог поскольку есть такая возможность да вот не часто но все-таки добавляю перемешиваю вот так вот вместе с кормом и они его поедают с большим удовольствием на сегодня относительно тепло наконец-таки плюс поэтому решила гусей выпустить на улицу немножко перья почистить уметь какие-нибудь грязные ну и так хоть лапы свои размять то они у меня бедные там сидят в этой сарайке я их морозы и не выпускала сейчас немножко погуляют да обратно их загоню ну как видите гусей мы тоже пока не решились убрать до сих пор они у нас пока живут ну пока живут до весны там будет дальше видно что с ними делать и как дальше с ними быть в принципе они едят особо немного бюджетная не хлопотный уход за гусями пока живут до весны а там дальше будет видно хорошо в деревне не только летом все же таки я кайфую от того что мы живем в частном секторе что у нас есть свой собственный дом да в любое время можно выйти на улицу как у нас это делает арина либо коньки либо лыжи либо санки по сто раз на дню переодевается выбегает в общем развлекается ребенок ну и мы тоже вместе с ней выходим погулять подышать свежим воздухом давай езжай ну и как же жареные картошечки на шкварочках из своей свинины конечно не как ну вот и готова жареная картошечка со шкварками и в прикусочку со скумдой и холодного копчения всем приятного аппетита кто сейчас кушает сейчас тоже покушаем и дальше будем заниматься переработкой мяса с этого года я решила плотно заняться заготовкой чая сбором трав сейчас уже зимы начинаю потихонечку подготавливать ингредиенты которые будут входить в состав моих чаев на данный момент у меня в сушилке сушатся мандарины и немножко апельсинов более подробно я конечно же буду рассказывать на своем канале о сборе и заготовке чая о полезных свойствах может кому-то такая информация будет интересна и полезна и тоже решит приготовить настоящий вкусный полезный чай своими собственными руками вот я собрала очередной сбор здесь у нас входит ферментированный лист иван чая мох и ягель сушеные корки мандарина и сам сушеный мандарин также я добавила иглы сосны особенно в зимний период сосна очень богата витамином c мох и ягель содержит фолиевую кислоту богат витаминами а c b содержит микро макроэлементы медь железо получается такой вот очень вкусный полезный зимний чай который поднимает иммунитет насыщает наш организм витаминами полезными микро и макроэлементами